наше знакомство с мальтой продолжается и так какая же ситуация с гостиницами на мальте отелей на мальте очень много так как это туристическая страна поэтому можно найти очень простенькие где стоимость проживания около 20 евро за ночь в одноместном номере или 30 евро двухместном номере причем даже в таких простеньких отелях может быть потрясающий вид из окна на море есть уникальный спа отель например где джакузи находится прям в номере у изголовья кровати а также специальные технологии которые помогают очистить организм от токсинов на гоза например есть замечательные виллы которые были перестроены из старых мальтийских домов или ферм при этом в виллах сохранен стиль старой мальты все виллы обставлены мебелью в стиле старой классики в каждой вилле есть собственный бассейн терраса для барбекю джакузи удовольствие это не самое дешевое аренда на сутки стоит около 1000 евро у каждой виллы есть свое имя на мальте вообще нет номеров домов у каждого дома тут есть свое имя кроме того еще одна особенность дешних жилищ здесь практически невозможно найти две одинаковые квартиры не говоря уже о домах кстати все квартиры на мальте огромные однокомнатная квартира равна нашей трехкомнатные в хрущевке правда стоит разъяснить что понятие однокомнатной квартиры на мальте не совсем такое как у нас комнат может быть и 2 и даже три из которых одна как правило гостиная а другая веранда а название однокомнатная или двухкомнатная зависит от количества спален что же привести с мальты помимо банальных магнитиков и тарелочек можно привести сувениры которые характерны именно для мальты это например мальтийский мед по одной из теорий о происхождении названием мальта гласит что слово произошло от греческого мели что означает мед греки называли остров медовым мед можно купить во всех магазинах но лучше всего покупать на острове гоза с плантацией нечет раз из мальты нельзя не привести мальтийское серебро а также мальтийское стекло которое считается не хуже венецианского это всевозможные вазы часы игрушки абажуры и много-много чего конечно же это удовольствие не очень дешевая все-таки ручная работа поэтому приличная вещица обойдется 15-20 евро продолжая тему ручной работы мальта славится кружевами ручной работы это всевозможные скатерти салфетки вера кружевные зонтики сумочки кружева изюминка острова еще несколько лет назад в каждой деревне можно было видеть женщин которые в своих тенистых двориках производили кружева ну и конечно же вино средиземноморье издавна считается идеальным местом для виноделия и остров мальта не исключение из-за летней жары и не существующих грунтовых вод на мальте мальтийские вина являются чем-то особенным они как правило являются довольно сухими некоторые восхитительные вина на мальте можно купить по смешным ценам от двух евро за бутылку путешествуйте сами путешествуйте с нами путешествуйте от путешествий только польза